Первый на правом берегу в Магнитогорске началась реставрация городского памятника архитектуры. Дому номер 36 по улице Уральской возвращают исторический облик. Все подробности у Марии Клименко. Стилобат, балюстрады, курдонер. Не дом, а настоящий дворец. Раисе Павловне 68 лет. На Уральской 36 она живет, сколько себя помнит. Отмечает место для магнитки по-настоящему знаковое. Здесь и гуляют, и проводят фотосессии. Вот только сегодня задумку ленинградских архитекторов портят разрушенные вазоны и отслаивающаяся штукатурка. А само здание скрыто зарослями травы. У нас вот это место у нас всегда было как бы знаковое. Там, в общем-то, у нас и свадьбы проходят, и все. Мы все время об этом говорили, что приезжают свадьбы снимать, а там в таком состоянии. Там ступеньки, убиться можно было. Ну и вообще все валится. Эти газов, вазоны эти все сломались уже. Все рушится. Балконы рушатся. Вот эти вот, я не знаю, как они называются, под крышей-то вот идут отделки. С той стороны валятся во всю. Прям вот эта вот штукатурка обваливается. К слову, архитектурный старожил является частью целого ансамбля. Согласно городской легенде, своим расположением и формой он образует так называемый Меч Победы. Дом в нем играет роль эфеса, а прилегающий строго по центру улицы сам клинок. Особую архитектурную ценность дому придает курдонер, так называемый парадный двор с каскадом лестниц. Его венчает 10-метровая арка, самая большая в городе. Первый дом на правом берегу на улице Уральской был заложен в 1937 году. Вот только ремонта памятник социалистической эпохи с той поры не знал. На печальный облик здания в администрации обратили внимание еще в прошлом году. Приступить к работам получилось лишь этой осенью. И сейчас занимаемся тем, что восстанавливаем его в прежний вид, в прежнее состояние. Ну, проблема там в том, что там корни деревьев, которые там росли, они уже фактически там ввелись в эти все фундаменты, в эту подпорную стенку и так далее. Вот, но с этим этот вопрос тоже будет решен в процессе реставрации и восстановления. Возоны, полюстрада будет восстановлена, вот эти все поверхности внешние. Там есть два небольших фонтанчика таких. Ну, они, конечно, работать как фонтанчики уже не будут, но, по крайней мере, внешний облик он будет восстановлен. Фронт работ немалый. Планируется не только восстановить разрушенные элементы архитектурного ансамбля, но и облагородить территорию вокруг. На тротуаре уже обновили бордюр, заменяют асфальт. К слову, финансирование на реконструкцию выделено из городского бюджета. Дело в том, что данный элемент не относится к общему имуществу собственников многоквартирного жилого дома, к фасаду этого дома. Это прилегающий элемент, поэтому приняли решение за счет города это сделать. Сам дом, по оценкам архитекторов, находится в хорошем состоянии. До зимы планируется закончить так называемые «мокрые работы». А вот свой прежний облик здание с курдонером обретет только в следующем году. Мария Клименко, Александр Маргунов, информационная служба Медиагруппы «Знак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова